Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов» и микрофонов Максим Курников и Салават Хамедурин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижире». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о роде... Поговорим сегодня о роде сарт. Сразу как бы при слове сарт, кто немножко знает историю, сразу вспоминает сарты Средней Азии, да? Основная масса современных узбеков, она, в общем-то, формировалась на основе сартов. Вот это оседло, мусульманское, как правило, и изначально даже персоговорящее население Средней Азии, жившее в городах, оно носило название сарт. Вот откуда это название взялось сарт? Впервые, допустим, еще это исследовал русский терколог немецкого происхождения Вильгельм Радлов, который писал, значит, что это слово сарт индийского происхождения. В будущем, в буддийской сутре лотоса, садхарма пундарикасутра, используют слово сартоваха, да? Сартоваха в значении купец, водитель каравана. Потом, значит, это слово именно вот уже сарт закрепилось за... Когда это произошло, опять непонятно, но вот за оседлым торговым городским населением Средней Азии. В городах стали вот это все население называть сартами. Тогда оно действительно в основном было, значит, персоязычное. И даже вот потом уже в позднейших тюркских, тюркоязычных произведениях литературных, допустим, вот первое известное нам литературное произведение на тюркском языке, написанное, повторяю, значит, арабской графикой, потому что были и до этого произведения там, но они писались на, значит, древнетюрско-рунической письменности. А вот когда произошел переход с принятием ислама на арабскую графику, вот первое произведение, значит, одно из первых произведений, Кудадгу-Белик, благодатные знания XI века, караханитского поэта Юсуфа Баласугуни, там слово сарт уже конкретно используется вот в значении купец. Ну, давайте просто отметим, что сарты, как народ, вплоть до конца XIX, начала XX века... До XX века. До XX века учитывались переписью как сарты, как отдельный народ, не как узбеки, не как каракалпаки и так далее. Да-да, вот как раз, по-моему, если я не ошибаюсь, первая перепись населения Российской империи 1897 года, вот насколько я помню, там зафиксировала в Средней Азии... Более миллиона... Нет, три там или четыре миллиона. Три миллиона. Да, три или четыре миллиона сартов и там всего лишь, допустим, 700 тысяч узбеков, да? Вот. Потом, когда уже началось национально-государственное строительство... Я сейчас смотрю, все-таки около миллиона сартов. Ну, там... И 700 тысяч узбеков, действительно. Там дело в том, что эта перепись, она не охватила еще, значит, те районы Таджикистана и так далее, значит, которые... Возможно, да. Они фактически еще как бы не входили в состав российских, многие эти районы не входили. Там, наверное, Афганистан еще немного. Да-да-да. Вот поэтому там... А в целом там оценка такая, три или четыре миллиона. Потом эти сарты как бы разделились. Когда стало национально-государственное размежевание в Средней Азии, те сарты, которые остались на территории Таджикистана, стали таджиками. А те, которые были отнесены к узбекской республике, стали узбеками. Почему вот узбек, он был как бы взят как основное название, поскольку до революции узбеки это была феодальная знать своего рода дворяне. Все войска, все военные люди, все беки, причем и ханские династии, там, Бухарского Эмирата, Хевинского ханства, Коканского ханства тоже, значит, они происходили из узбеков разных племен. Из мингов, кунгратов, мангутов. Поэтому за название, так сказать, вот этой формирующейся узбекской общности именно было взято не название сарт, а название узбек. Я просто отмечу, да, что в середине 20-х годов советская этнография перестала использовать сарт для обозначения отдельного этноса. Кто такие же башкирские сарты, откуда они взялись? Вот понятно, то есть, мы разобрались, что, в общем-то, это среднеазиатское название, причем, наверное, довольно-таки древнее. И когда Чингисхан вторгся на территорию Средней Азии со своими войсками, я, говорит, напал на сартовольский народ. Он все среднеазиатское население называл сартовольским народом. И когда же здесь у нас они оказались, это тоже вопрос довольно-таки сложный, поскольку мы никак не можем это датировать. Я, насколько понимаю, опять же, почему во многом советская этнография отказалась от наименования отдельного этноса именем сарт. Потому что в каждом этносе были свои сарты, что называется. То есть, свои торговцы, свои купцы. И часто это было синонимом не какой-то этнической группы. Ассоционим. Да, а какой-то социальной группы. То есть, купцы, мещане, горожане. Да, это более, конечно, оно всегда имело более социальный оттенок. Хотя уже, конечно, стало превращаться, так сказать, своего рода этнонимы в Средней Азии. А что же у нас? Как же они здесь оказались? В общем-то, непонятно. То есть, мы датировать не можем. Кузеев писал, что они в очень древнюю эпоху попали с артой. Вместе была у нас программа по айлинцам, значит, агузской. Из агузского мира происходившая, значит, род Айли. И якобы уже айлинцы, когда входили в состав башкирского народа, они входили довольно-таки рано, там, 10-й, может, 11-й век, уже якобы уже в составе айлинцев уже было вот это подразделение сарт. Кузеев так считал. Но, кстати, когда современные методы у нас же сейчас, генотипирование есть, когда прогенотипировали сартов, они генетически ничем не отличаются от айлинцев, от табынцев и других. У всех гаплогруппа оказалась R1A. То есть, о чем это говорит, что это на самом деле очень древнее такое вкрапление, которого, собственно, название осталось, а уже генетически они уже давно все стали одним целым. Но мы не сказали, где они живут. Башкиры сарты, они занимают очень компактную территорию, это современный Дуванский район. Дуванский район – это северо-восток Башкортустана, там буквально их 7-8 деревеней. Род-то небольшой на самом деле сарты, но интересный род, поэтому мы посвятили ему отдельный том. Но сами, как они считали, по документам мы видим, они считали себя, что вот они издревле, нисколько они не ассоциировали себя уже со среднеазиатскими сартами, а считали, что вот они здесь, в общем-то, испокон веков, в документах 17-18 веков, ну, 18-го, допустим, 1734 года, они пишут Анне Ивановне. Вот мы, башкиры таких-то властей, перечисляли, айлинцы, катайцы туда-сюда, и в том числе сарты, владели своей вотчиной землей до казанского взятия. То есть, наша земля была нам дарована от наших, там, мусульманских ханов. То есть, они сами считали, и по документам это так, то есть, это не то, что они сами считали, никто бы им не позволил, в общем-то, не давать недостоверную информацию, поскольку ушла речь о вотчинных землях. То есть, они вотчиной землей владели еще до присоединения. То есть, уже из этого мы видим, что их вождение вышло, ну, как минимум, ранее, там, 16-го века, да? Может быть, это было после монгольского вторжения, когда, в общем-то, какие-то группы сарты, вот, спасаясь от этой, значит, монгольской резни, какая-то часть сартов могла сняться с мест и уйти. Кстати, они всегда, вот эти караванные пути торговли, они же никуда не девались. Они и раньше так были. Они также вот эти караваны из Средней Азии ходили в Сибирь, в Башкирию, значит, и мы же знаем, даже в Перми, значит, находят в Пермской области огромное количество, было найдено посуды иранского производства эпохи сассанидов, да? То есть, представляете, то есть, караваны ходили, и там, и золотые клады, и здесь у нас сколько было найдено, вот на территории Уфы, сассанидского золота, серебра, там, что, чего угодно было все это найдено. То есть, караваны, они исторически ходили, и сарты ходили, как купцы. И, возможно, просто, значит, какая-то группа сартов в очень древние времена оторвалась и, ну, решил не возвращаться на родину. Ну, и здесь осталось, в общем-то, и положил начало. Кстати, по их преданиям, они так и говорят, что вот предания, они немножко уже модернизированные, значит, пришел какой-то узбек, там, по имени Саид, остался распространять среди башкира ислам, и здесь остался, и вот от него размножился наш род сард. Ну, понятное дело, что там в то время, ну, ни о каких узбеках речи быть не может. Ну, вот возвращаясь, опять же, к документам, которые у нас есть уже, вот эпохи, там, 17-го, 18-го, 19-го веков, что мы можем сказать по истории этого рода? Ну, во-первых, я сказал, есть там земельные документы, вот тут полно о земельных отношениях. А что у них за земля была? То есть, какой род хозяйство у них было? Они занимались в основном скотоводством или... Да, ну, естественно, они там, если они первоначально, может быть, они были какие-то городские жители, там, и, может быть, занимались какой-то торговлей, то уже в Башкирии они полностью там натурализовались, и в хозяйственном отношении никак, в общем-то, не отличались от других башкирских родов. Занимались в основном скотоводством, отгонным скотоводством. Так называемым полукочевой? Да, ну, да, можно сказать, полукочевой, яйлажный там или как угодно. И земледелие немножко было. То есть, как всегда, как вот у всех башкир, было такое много компонентное хозяйство. Там и лесные промыслы были, значит, и бортничество, и рыболовство, и все-таки основное, конечно, это скотоводство. Во время восстаний, как раз, вот вы говорите об Ане Иоанновне, а это ведь времена как раз самых, может быть, напряженных отношений. Один тоже вот хороший документ есть. Не восстание 1735-40-х годов во время Анны Ивановны, а предыдущее восстание, так называемое, Алдар Кучумовское. И вот среди там вождей башкирских повстанцев, которые вторглись на территорию Кунгурского уезда, в Пермь грозились Кунгур сжечь, написали кунгурским воеводам Ивану Андреевичу, Ивану Ивановичу каким-то, без фамилии. Там вы пришли с большим полком в Красный Яр, Красный Яр, это Красноуфимск, и мы из властей сибирской дороги все башкиры пришли в Козыльяр. Козыльяр, в общем, башкиры Красноуфимск, Козыльяр называли, да. И вот тут перечисляется из каких-то там Я, Иль Кей, Иль Сызги, Иль по-французски, это страна, да, страна или племя, Иль до Франца, а тут Жиан Бет из Иля Кушчи, Мингли Хаджа из Иля Айле, и еще Бай Кучук из Иля Сартлар, то есть Сарт или Сартларский, или Сартаковские улусы, они там в некоторых документах Сартаковские, Сартаками тоже их называли, вот как, собственно, монголы их и называли в 13 веке, Сартаками или Сартактай, подобные Сарту. Ну, и потом в следующих уже восстаниях, конечно, тоже они там принимали участие. Но я хотел бы здесь сейчас затронуть другой вопрос. Дело в том, что вот эти Сарты, которые живут на территории Дуванского района, ведь же не единственные Сарты. Вот есть у нас здесь под Уфой в Крамаскалинском районе, 2-3 деревни раньше было много, Сарт Чешма, Сарт Наврузово, да, те Сарты или не те Сарты, долгое время там ученые гадали, сейчас уже более или менее стало ясно, что это на самом деле две группы. А еще одна группа Сартов в Курганской области, их тоже где-то порядка 8 деревень. То есть сопоставимо с той, о которой мы сейчас говорили. Да-да-да, именно и численно сопоставимо, а может даже их уже и поболее. Оказалось, это две разные группы Сартов. Почему две разные? То есть это разновременные такие вкрапления Сартовского компонента в состав башкирского народа. Если вот эти Дуванские Сарты, я их условно в книге назвал ранние Сарты, 13-й или какой век, а эти Сарты, 2-3 деревни в Крамаскалинском районе и остальные в Курганской области, я их назвал поздними Сартами. Почему? Потому что по всем документам, я не знаю, когда они оказываются в Башкирии, но я говорю о времени интеграции в состав башкирского народа, это начало 18 века. Прям документы есть, когда они пришли. Первоначально вот эти поздние Сарты, вот как они везде пишут, по Дуфой они все жили. Вот сразу видно, что они сюда попали как торговцы. Прямо по Дуфой деревня вот сейчас у нас есть в Иглинском районе Сарт-Лобова. Сарт-Лобова. А по-башкирски Сарт-Лобау. Вот потом просто русифицировали, стало Лобова. Там, кстати, были деревни, сейчас которых нет. Сарт-Смирнова. Сейчас их нету, а вот сразу видно, что они пришли сюда в начале 18 века как торговцы. А может, и жили здесь. Ведь опять мы не знаем. Ведь мы, источники, зафиксировали момент их интеграции, тот или иной башкирский клан. А момент поселения мы опять же не знаем. Может быть, они здесь всегда и жили. Или, может быть, это их была торговая фактория. Мы знать не знаем, что представляло собой. Но зато мы знаем, когда они интегрировались в состав башкирского общества. Сохранился документ 1715 года. Башкиры Микитинской или Бекатинской волости. Это за Уралией. Район по реке Теча. Где вот потом была вот эта авария, всем известная, значит, маяк. И там поселились вот эти Сарты. Группа Сартов. Акимбет там, значит, с товарищами. Они были приняты на правах совочеников. То есть, совладельцев вот этой единой Микитинской волости и есть, значит, интеграция в состав башкирского этноса. То есть, они стали такими же по правам и обязанностям. Но самое интересное, что вот этот Акимбет, он в документе, который я до этого цитировал, касавшись восстания 1704-11 годов, оказался вот этот Акимбет, был тоже одним из участников этого восстания. И вот в числе повстанцев, которые вторглись в Конгурский уезд, даже он там называется. Интересно, то есть, что же ему получается за то, что он вместе с ними сражался. Решили вот так, скажем, по блату дать ему землю и принять к себе. И вот написано. И еще Сарт Акимбет, сын Ураза. Вот эта группа Сартов, которая первоначально жила в Сартлобово под Уфой, вошла в состав Бикитинской волости, хотя в Сартлобово также осталась часть Сартов. А другая часть Сартов, из этого же Сартлобова, переселилась, наоборот, не на Сибирскую дорогу, а на Ногайскую дорогу, в Тобынскую волость. И в Тобынской волосе тоже, значит, они были приняты в состав Курпеч-Тобынской волосе, тоже на правах совочевников, совладельцев вот этих вотчин. Вот, начало 18 века вот эта интеграция. По их преданиям сохранился их шажере, но по их преданиям, где вот они вот болтались, вот чуть ли там не 200 лет, да, то есть, по их преданиям, они где-то уже в начале 16 века уже ушли из Бухары, говорят, они пишут, Бухара и Шариф из священной Бухары, ушли, и всё, и больше там уже не жили, понимаете, да? Это начало 16 века, а в 18 веке, значит, они уже, мы видим по документам, они входят в состав... 200 лет они входит в свое место, да. 200 лет где-то, так сказать, условно говоря, вот провисает вот этот период истории, вот поэтому я и предположил. Возможно, они просто как торговцы, а ведь там ещё было сибирское ханство, в сибирском ханстве там много было бухарцев, которых привел с собой кучум хан. Возможно, как раз они вот эти те, и бухарцы, которые... То есть, мы не знаем транзитом, через что они пришли сюда. Да, 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 через как, они, может быть, вот так, собственно, и курсировали где-то между Башкирией, там, Сибирью, Бухарою, где-то... Но в итоге осели вот под Уфой. В итоге, да, в итоге под Уфой, а потом уже интегрировался состав Бегетинской. А просто, чтобы было понятно, насколько Уфа в этот момент важный купеческий центр, важный торговый центр? Это был важнейший, значит, весь конец XVI века, весь XVII век Уфа, даже не столько купеческий центр, это такой форпост восточной политики России, потому что именно отсюда велись все дипломатические отношения из Уфы. Это я понимаю, но если мы предполагаем, что сарты, особенно те, которые поселились под Уфой, это как раз торговцы, насколько здесь вообще, в принципе, много было торговцев из разных как российских, так и среднеазиатских земель? Ну, в документах мы полно встречаем, калмыцкие послы приходили, бухарцы приходили, козылбаши приходили, персы, кого только здесь не было, такая активная торговля шляп, потому что через Уфу уже шла торговля куда? Уже на Казань, Макаревскую эту ярмарку и так далее, вот, а всё начиналось с Уфы. Это был форпост, нельзя было зайти в российское государство, там, откуда-то оттуда, а надо было вот именно через Уфу. Это для кого? Пропускной пункт. Это для тех, кто в Сибири? Для всех. Нет, не понимаю. Почему? Потому что, опять же, та же, если мы говорим о Бухарее и среднеазиатских землях, через Каспий могли в Астрахань. Да и дело не в этом. В Астрахань, ладно, вот, допустим, по Волжи средней, да, и вот сюда, в Сибирь, потому что уфимские воеводы были обличены вот такими широкими полномочиями. Не какой-нибудь там Тобольский, не какой-нибудь там другой воевод, а именно уфимский властью был наделён. Понятно. Ну, что ж, мы поговорили о роде сарт, но мы не сказали об известных сартах. Ну, известные сарты, дело в том, что вот те сарты, которые вот мы знаем, остались в Курганской области, они очень были оторваны. Вот, на самом деле, какой-то отрезанный ломоть, и республика не совсем, в общем, много внимания всегда уделяла им, да, как-то заброшенные они оказались. Ну, то, что касается вот наших сартов республики, кстати, и поздних, и ранних сартов, был языковед Баишев Тагир Галямович, да, который ещё в 50-х годах выступал за узаконивание северо-западного башкирского диалекта, да, языка в качестве диалекта. Тимир Юсупов, отец, режиссёр Булата Юсупов, да, Тимир Юсупов, это, значит, поэт. Ну, и сам Булат Юсупов, соответственно, да. Ну, и Булат, да, сегодня. Ну, вот такие вот люди были. А из другой группы сартов, вот тех сартов, которые в Карамаскалинском районе, да, живут, тут вообще мой друг, товарищ, основатель культовой группы «Дервиш» 90-х годов, Альберт Габбасов, если кто знает, но тот знает, что это за группа, да. И, значит, оттуда же оперный певец Ямиль Абдульманов из деревни как раз Сар-Чишмы. Понятно. Ну, что ж, я напомню, мы сегодня говорили о роде Сарт. У микрофонов были Максим Курников и Салават Хамедурин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижире». До свидания. До свидания.